С последнего обновления я узнал, что теперь редких юнитов разработчики забирают сами, так как я атаковал и в лагерях оставил на сегодняшний день призраков, и как видите остались только лучницы. Ну и то, что при покупке золотого пропуска дают 200 дополнительных очков. Всем здорова, друзья, с вами Тим, и сегодня я продолжаю развивать свой основной аккаунт Крах. И начал я уже вчера, так как вчера обновился золотой пропуск, и нужно было сливать волшебные предметы и ресурсы, поэтому вчера я потратил с 20% удешевлением, но сегодня только 10%, но банк сезона все равно придется тратить. Уже совсем скоро прилетит банк сезона, и вместе с этим пропадут привилегии в 20%, поэтому время быстренько потратить все ресурсы, которые имеются в хранилищах, и конечно же, эти ресурсы все пойдут на забор. Эликсир пойдет на лабораторию, и я поставлю лучниц, ну и вместе с этим заюзаю зельки для лаборатории, тем более сегодня обновится цыган, и я смогу прикупить еще 3 зельки. Ближайший строитель освободится только через 2 дня, поэтому остальные ресурсы тоже пойдут на забор. Также в клановой крепости я накопил около 7 миллионов, поэтому все собираем, и конечно же, сливаем на прокачку стен. Ну а за черный эликсир я поставлю на прокачку кинга. Волшебных предметов на этом аккаунте уже не осталось, остались ли столько тренировочные зелья и руна, которую я солью, скорее всего, попозже, потому что сейчас просто некуда и невыгодно, поэтому ресурсы пойдут опять-таки на забор. Единственное, что сейчас активно качается, это, скорее всего, забор. Кстати говоря, строитель у меня все же не успел проснуться, но я вынужден его поднять и прокачать, соответственно, стену, поэтому сливаем сюда. И также на прокачку, скорее всего, я поставлю сегодня уже первый лагерь, потому что в комментариях писали, почему я не стал прокачать лагеря. Ну, потому что еще есть дом для животных, также мастерская, в общем, много всего было важного. Лагеря, конечно, тоже важная штука, но за это возьмусь чуть позже. Даже хранилища не сильно нужны, сами видите, что ресурсы собираются и сливаются тупо на забор. Поэтому прямо сейчас давайте сольем, наверное, еще и дарк. 304 тысячи стоит королева на 82-й левел, потом останется три раза ее апнуть и на этом все. Так что ставлю я ее... Так, подождите, а книга-то точно тут имеется? А то я забыл, подождите-ка, по-моему, обновился у нас. Да, точно обновился, поэтому покупаю книгу, забираю халявные... А, нет, еще не забираю, у меня касса 5, фулл ресурсы. Тогда прокачиваю королеву, прокачиваю еще стену. Давайте 7200, еще 7200, чтобы я сейчас смог собрать ресурсы отовсюду, потому что у меня везде подкопились они. В пропуске, по-моему, тоже ресурсы имеются. Ну и в клановой крепостей, оказывается, уже нету. Так, ладно, оказывается, только тут имеются у нас, так что еще эликсира. Или не буду сливать? Сколько там стоит? Подождите. О, не, не буду. 17 миллионов, это очень много, поэтому пока что не сливаю. Тут у меня... А, тут, оказывается, только черный эликсир. Поэтому будем считать, что я всю основную часть потратил, остались лишь только золота. Также есть прокачка, конечно, и ратуши. Она апается 8 дней, но пока что я что-то как-то и не хочу за нее браться. Все-таки лагеря, я думаю, будут важнее. Хотя в защите ратуша тоже нужная штука. Но я не КВ игрок, поэтому мне как бы пофиг на это. Так что дальше прокачиваем стены. Очень давно не атаковал шахтерами, поэтому решил сделать атаку именно ими. Ну и тем более банки у меня уже были готовы, как в начале ролика вы слышали. А разработчики у меня забрали призраков, поэтому за место призраков я нафигачил шахтеров. Но, соответственно, когда я их прокачаю, обязательно их протестируем. Так что давайте скину пеку еще. Потому что пека нужна для прохождения задания в золотом пропуске. Закидываю коридором огромное количество шахтеров. Ну и останется раскидать лишь только хилы. Я их 100% буду скидывать, даже если они тут не нужны. Все равно буду скидывать, потому что следующая атака будет уже с прикольным миксом. Хотя, что прикольного, я на ТХ-9 просто такой микс юзал раньше. Вот и все, ничего в нем такого сильно прикольного нету. Просто этот микс, микс ТХ-9 используем на ТХ-15, скажем так. Так, давайте что-нибудь зафризим. Например, вот это. Закину сюда хил уже на выход. КК, точнее КК-то я уже использовал. Короче говоря, банки с КК использовать не буду. Давайте под бомбежку еще накинем также хил. Ну и лучниц уже просто так скидаю на добитие базы. И в целом все. Кстати говоря, до апа лучниц остается там 7 дней. Но я сейчас куплю. Я забыл совсем купить еще зельки. И я сейчас закуплю их у цыгана за медали рейда. И тоже сейчас заюзаю. И после этого, скорее всего, как раз таки поставлю шахтеров. Ну все, идеально. Золото зафармил. Плюс сейчас звезды фармлю, потому что звездный бонус. И нам хватает на прокачку стены. Этот рядок тоже докачивается. Колец, кстати говоря, у меня больше нет. Ну и давайте сразу же, наверное, закуплюсь. По максимуму, что тут у нас доступно, что у нас тут осталось. Книги остальные я уже покупать не буду, потому что невыгодно. Ну и смысла от них нет. Поэтому покупаем зелье изучения. И на этом пока что достаточно. Потом, скорее всего, буду покупать тренировочные зелья. Так что зелья лаборатории тоже сливаем. И лучницы будут прокачиваться намного быстрее. Ну и в целом, да, я потратил абсолютно все. Даже колец, грубо говоря, не осталось. Кстати, игровочью прикольно выглядит голем 12 уровня. Я, конечно же, как говорил, сделаю отдельное видео теста этого голема. Ну а сейчас просто пофанимся. Ну и остается теперь-то поставить только на прокачку лагерь за 17 миллионов 100 тысяч. Все, лагерь отлетает на 14 дней. Ну и завтра освободится еще один строитель. Совсем забыл забрать халявный миллион. И вот уже практически это испытание пройдено. Ну и плюс еще все-таки 10 гемов, как-никак. Реально стоящая награда. Но на самом деле только ради ресурсов сюда зашел. А так бы это испытание с этого аккаунта уже бы не проходил. Все, опыт получен. Кстати говоря, микс уже тоже готов. Поэтому время бы его протестировать. Просто идеального соперника нашел для атаки. Целая куча дарка и золота. По сути, только из-за этого и напал, конечно. Но на самом деле я специально искал соперника не фуллова, не очень сильного. Потому что, скорее всего, этот микс не очень хорошо себя покажет. Но при этом мы сможем хорошо пофаниться. Так что погнали, закидываем самых главных юнитов этой атаки. Это, конечно же, голем. Очень красиво выглядит. 12 уровень, как-никак. Это очень сильно. Жаль, конечно, что на данный момент нет кинга. Но я думаю, что тоже смотрится неплохо этот микс. Так что закидываем еще ведьм. Ну и по центру закидываем целую кучу вышибал. На заход тратим первый рейдж. Я не знаю, насколько он тут сильно поможет. Но пока что я больше скидывать ничего не буду. Или же скинуть. Кстати говоря, один голем уже все-таки погиб. Давайте, наверное, на центр хил закинем. Также, например, вот сюда вот джамп накинем. Также пойдет один рейдж, потому что с КК сейчас у нас что-то вылетит. Прожатие хранителя сейчас, к сожалению, нам не пригодится. Ну и все. Как бы голем в центре остается. Есть один хил. Можно его куда-нибудь вот сюда оформить. Ну и также давайте уже все-таки прожмем. Хранитель, к сожалению, по кругу пошел. Немножко не доработал ей этот микс. Надо было на почистку юнитов брать поболее. Кстати, можем на чемпионов лоуа накинуть рейдж. Он сейчас соло просто всю базу расфигачит. Не, по сути, можно было юнитов вообще не брать. Я бы просто героями тут бы сломал эту базу. И на этом все. А так остается всего парочку магов. Кстати говоря, очень быстрая атака. Скорее всего, что база кучкованная. Иначе, я не знаю, как это объяснить. Очень быстро снес данного человека, даже без кинга. Хотя прокачка там дефа, видели сами. Основной только деф прокачан. Все остальное было уровня от ТХ. Ну, 12 примерно. Решил уже допроходить задание с Пекой в золотом пропуске. Там дают две зельки для лаборатории. Поэтому это была просто необходимость. И, кстати говоря, посмотрите на количество ресурсов. Прикольная такая циферка. Первый раз мне так попалось. Изначально нужно было, конечно, скидывать лучше Пеку. А уже потом все остальное. Но уже ладно. Как бы без разницы. Короче говоря, закидываем вот сюда, наверное, куда-то Хил. Также сюда давайте закинем Хил. Что-то как-то подозрительно тут строители расставлены. На центр можно еще и Рейдж накинуть, чтобы быстрее центр снести. Так, а прожатие, по сути, бесполезное было. Не, ну тут хотя бы половину ресурсов забрать. Просто напал на этого соперника так ради фана просто. Ну а на самом деле ресурсов тут, конечно, не очень много. Так, можем еще зафризить. Конечно, уже тоже поздновато. Но да ладно. Так, закидываю еще вот сюда Хил. Может, какая-то часть Шахтера все-таки выживет. И еще раз давайте зафризим. Да, Королева в центр прошла. Это просто замечательно, конечно. Но вот что она сможет забрать, вот это уже вопрос, конечно. Конечно, закидываю еще немножко лучниц. И уже скоро будет прожатие Королевы. Либо она сама прожмется. Да нет, наверное, сам прожму. Уже вижу, что уже надо. Необходимость. Ну, основную часть ресурсов я тут 100% забрал. И скорее всего это все, да. Ну и плюс бонус сейчас будет неплохой. Короче, ладно. Не суть. Самое главное, что я сейчас взял звезду хотя бы одну. И прохожу задание в пропуске. Давайте соберем уже задание. Ой, за награды, точнее. За эти задания. Кстати, я еще прошел задание, где нужно было взять 5 звезд. Плюс еще лопату, которую можно продать. Опять-таки плюс гемы. Ну и, естественно, книжица на лабораторию. Кстати говоря. Ой, что-то я чувствую, что в следующем видео опять будем тратить волшебные предметы. А то я думал, все, волшебные предметы закончились. И нормальных трат больше не будет. Но на самом деле есть-то еще и молоты, которые будут тоже совсем скоро. Поэтому тратим на лабораторию зельки и дожидаемся лучниц. На сегодня ролик будет заканчиваться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok